здравствуйте друзья 22 марта 23 года поздравляю с началом весны как-то мы не заметили пока но ничего зато и замечают деревья замечают по разному поэтому учеба будет продолжаться и продолжаться мы сейчас попадаем на мой каталог почему как я умудрился общаясь с вами десятки лет не расшифровать свой каталог а он требует расшифровки так проверка идет при запись идет слава богу и будет подробная а потопил меня вчера товарищ который сказал написал вот перечень вот тут его есть никуда спешить не буду пусть будет несколько двадцатиминутных фильмов пускай вот это его заказ видя сколько заказа только не все деньги пришла из видимо так надо и мы не судьба многие знают что я люблю анекдоты иногда вставлять почему они грустновато ребята все больше негатива в садоводстве чем позитива мертвых садов больше чем живых ну ладно анекдот его рассказал когда-то не курят вот группе товарищей анекдот такой вышел из пункта а пункт б поезд набрал набрал 100 километров в час на встречу ему по этой же колее пункта б пункт а мчится тоже со скоростью 100 километров в час в час вся сад 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 и не встретились зал молчит а приходит развел руки и жима и вот такая проблема у нас вот не судьба вот видите вот это все была брата и скотала, смотрите. Они лежат, потом их выбрасывают. Нет, заказывают достаточно много, но не все. В какой-то момент вначале, потом я вам покажу фотографии, вспышка, господи, я-то прохочу. Второй, третий день, деньги надо высылать. А у меня, конечно, так не будет. Потому что у меня теплее. Всё равно ничего не получится. И всё. Или кто-то отговорит, помните, ведь несколько писем было таких. Я в растерянности у рекордсии. Дайте гарантию мне. Это самое. Наши специалисты, профессионалы говорят, абрикосы, вы что, в Субасосе никогда не будете. А у других я сейчас вас познакомлю с Мези, с Мези нам поближе, поймёте. Итак, по порядку. Грахманов Алексей заказал абрикос Фаина, абрикос Академик, по 10 штук абрикос Амур, абрикос Бай, так, и написал, все сухие. Вот, наверное, сам Мур вместе в сироте. Или оставить на следующий год. А слева этюд 5 штук, сувенир Востока 5 штук. Эти мокрые, то есть, имеется в виду на сертификации, чтобы уже были в сурописке. Вот. И подай характеристики. Вот. А у меня ни черта нету, никаких анализов не делалось, так, все видно на фотографии, и еще кое-что, ну, кое-какие уже, как бы, характеристики, скорее, эмоциональные. Вот, например, во! Как вам такая характеристика? Акфаина, во! Академик, во! Ну, поймите, сегодня у меня с утра хорошее настроение, а через заказы пришло, правда, маленькие, по 1000 рублей. Ну, ничего, все равно. Итак, значит, и когда я утром посыпаюсь, а ночью у меня мозги сами работают, отдельно от меня, вот, и я подумал, а я все расшифрую, в том числе и абрикос Фаина, абрикос Академик, абрикос ТТТ, слива Атют и так далее. Все расскажу, причем, мало того, я, пусть будет несколько фильмов, но я расскажу, хотя бы не имея полных характеристик, кроме его, и еще хоть чего там, сладко-кисло-кисло-сладкий, кроме этого, я расскажу историю происхождения, а это добавит доверие, понимаете, доверие, вот, итак, поехали, перед вами каталог, говорил мне раз, забирайте в яндекс, в гугле, еще где-то, в поисковых системах, три русских слова, сайт, садово-дожили, на главной странице, сейчас не буду, есть, есть такой раздел, называется, контакты, оттуда берете, электронный адрес, присылаете заказ, на каталог, почему, потому что, вот, каталог, который на сайте, он, усаревает, вот только недавно, кончились кусочки персика, а люди там смотрят, и говорят, хочу персик, а я вышел в свежий каталог, а в этом каталоге, смотрите, вот, персиковые, ой, е-мое, что я натворил, это мне уже старческое, копировать, вот, черешев якобы кончились, черешев не кончились, помните здоровенную коробку, с плодами, нет, а вот персиковые кончились, вот теперь правильно, так, теперь, 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 сейчас я тут, поправлю немножко, и мы с вами будем путешествовать по моему каталогу, именно путешествовать, почему, это удивительный мир, абсолютно честный, вы помните, сколько раз, так как это не может быть, вот, и мне почему-то кажется, что ученые ко мне не едут, за теми же семенами, за черенками, за саженцами, ну, чтобы догнать, хотя бы догнать, если уже потеряны десятки лет, хотя бы догнать, потому что, а уже было, что железо проходимость, было, а, было, а, какая-то, меня пытались там, за меня заступиться в Москве, мол, железо уже, ответ московских ученых, железо проходимость, кто-то им внушил, а, или просто не верят и все, вот, такие абрикосы не верят, и идем дальше, и так, видите, видите, каталки, самые свежие, вот они, кончились, персиковые косточки, видите, вот, все остальное, слава Богу, еще есть, вот цены, цены, вы не пугайтесь, если здесь, допустим, есть абрикосы 25 рублей, так уже 10 лет 25 рублей, за это время, цену в стране, в 20 раза увеличились, или вы не ходите в магазины, согласны, а у меня все те же 25, но это для новичков, а кто уже заказывал 20, а для пенсионеров 20, вот, а есть косточки, которые предназначены, манчжурцы, манчжурские, вот, они предназначены для тех, кто хочет перестраховаться, это профилактика, онко для онко будущих, подчеркиваю, ничего не гарантирует, но профилактика, для будущих онко больных, вот там уже, вообще идет, еще дешевле, и тогда, я продолжаю, заинтересовал, заинтриговал, вот, все эти данные, вот, хорошо будет видно на компьютере, но плохо на телефоне, вот, идем дальше, натыкаемся, вот, на эту книгу, она издана недавно, эта книга раритетная, уже третья, и опять маленький экземпляр, маленький тираж, вот, когда-то они будут стоить уже, не это как 1500, а, вот плохо, у нас исчезли букинистические лавочки, когда-то книга, это была величайшая ценность, величайшая, порыться в букинистическом отделе, оттуда постоянно, как откуда-то с чердака, где-то что-то, нашли старую книгу, обеденную мышами, ой, я вам сейчас такую показал бы, эх, елки, ладно, ее еще искать надо, туалететнейшая книга Мичурина, объеденная мышами, без обложки, вот, но ценнейшая, вот такие вещи происходят, а это пока праздничная, видите, какая, вот, так вот, почему я еще показываю ее, смотрите, я никогда ничего не делаю просто так, вот, пока это, пока это, вот так выглядит, здесь данные Медзиного Олега Олеговича, почему, вчера был с ним предметный разговор, вот, он у меня сказал, как это у меня, нет вот этой книги вашей, этой книги, шлите, и тут же высылает, две тысячи рублей, даже больше, чем надо, вот, чуть больше, чем надо, и вот мы с ними разговариваем, я попутно, пользуясь этим случаем, буду раскручивать, продолжать, наших друзей, и так, значит, он мне сейчас обещал прислать кучу фотографий, сада, своей физиономии, извините за выражение, вот, и для того, чтобы я надавил на него, чтобы он раскручивался уже, как питомниковод, имея уникальные сорта, вот, сорта, сорта, братцы, клоны и так далее, то есть он повторяет мой путь, и, я ему сказал, сколько можно работать шофером, дальнобойщиком, имея около гектара земли, аж за волос хватило, какой там шофер, какой там этот самый, зарабатывает радикулит и прочее, то лучше этот радикулит зарабатывай на грядках, вот, потому что от таких, как ты, Олег Олегович, зависит будущее страны, хотя бы потому, что ты доложил меня, и вот он выписал эту книгу, заплатил, не торгуясь, и не спрашивая моего согласия, я пишу, Мезинову Олегу Олеговичу, сейчас я его характеризую, сейчас поймете, Мезинову Олегу Олеговичу, от друга и земляка, автора книги, с добрыми пожеланиями, 1 марта 13-го года, вчера все разговоры был, вот, теперь я, прежде чем огласить его данные, я скажу следующее, представим себе такую вещь, у него немного теплее, у него где-то 5-летнее дерево, дало сумасшедшее урожай, он присылает, я характеризую будущее питомниковода, потому что ложь, такая дикая, она затрагивает миллионы, десятки миллионов садоводов, все мертвое, 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 как переломить ситуацию, а так, вы от меня узнаете, характеристика этого человека, хотя бы часть, смотрите, выращивает 5 лет, прекрасное положение, наверное, там несколько тысяч костей, сколько он там и куда девал, не знаю, вот, но, я ему сказал, хватит разбазаривать, присылаю костики мне, я продам, у него бы не купили по 100 рублей, так ведь, а у меня их за месяц, раз и нету, вот, все проданы, а теперь дележка начинается, то есть, я ему что обещал, 50 на 50, я ему высылаю 10 тысяч, первый у нас, предоплату, даже еще не продав ни одной, я ему высылаю большую партию косточек, надеюсь, что это будущий питомник, чтобы сразу вырастил, продавая, уже даже не привито, или будущий маточный сад, вот, и, закончил продажу, я говорю, я тебе должен еще 10 тысяч, он отказывается, а он знает прекрасно, что у меня все, кроме пенсии, уходит на детей-сирот, он откажется от 10 тысяч, я ему, ладно, один пример, вчерашний пример, я говорю, я тебе подарю, дружище, земляк, я тебе подарю эту книгу, как, я не могу взять деньги, а он все равно прислал 2 тысячи, и сказал, тратьте так, как считаете нужно, вот скажите мне, и сейчас нету передо мной фотографии, я как утром еще не думал, что я о нем так много буду рассказывать, вот, тема была, каталог железового, и, может такой человек вас обманывать, вместо персиков выслать абрикос, вместо культурного абрикоса, дикий, и что-то в этом роде, можно такой человек обманывать, который, работая, обыкновенный работяга, шофер-дальнобойщик, отказывается от 10 тысяч, и говорит, отдайте детям, а, тогда я говорю, ребята, пройдет немного времени, уже сейчас, кто-то этот фильм отложит в сторонку, кто-то возьмет ручку, и вот это запишет, пока вот так, я ему сказал, будет там какой-нибудь подходящий случай, ну, нет, под рукой, ну, все, в экспромт, вот, внимание, он сказал, пока, телефон, Мезинов Олег Олегович, 8, 960, 557, 01, 21, запишите, хотя бы жители Брянской области, хотя бы соседних областей, кто-то сядет за руль, приедет, с ним выкопает своими руками саженец, не как вот это, я рассказывал на последнем вебинаре, приезжает, саженцы готовы, корней нет, вот так вот, вот, а все это мне навеяло, то, что он, вот эту книгу у меня, заказал, вот, теперь так, у меня что-то с головой, а я все равно не буду передавать, итак, Северный сад, это первый, он еще заказывал, я показывал вот эту книгу, а на экране, вы смотрели на Северный сад, а на самом деле, садоводство, до избранных судьбой, то есть, вот эту книгу, вот, сейчас мы до нее дойдем, я просто взял, вот тут остановился, вот, чтобы вы не путали эти книги, этой книги уже нет, есть, Северный сад, книга за номером раз, есть электронный вариант ее, вот, следующая книга, я уже весь каталог переберу, следующая книга, записки за Серовного Северского садовода, еще, позавчера, она стоила 600 рублей, осталось штук 5 или 8, вот, все, и больше никогда не будет, и так, и так, эта книга, я поднялся до 1000 рублей, я знаю, все равно раскупят, вот, здесь две, Нобелевские премии, это не может и каждому дано, это все прочитать, но самое смешное, что кроме двух глав, все остальные главы, это просто рассказы, именно рассказы, она так читается, почему-то записки, они не такие даже, в тех книгах, первая, третья, это энциклопедия, это все там, ну, там, это все по полочкам, а это читается, как вот читается, литература, бессильная, ну, понимаете, да, вот, отговорят, кладутся, очень важное знание, и так, электронные варианты, северный сад, 500 рублей, вот она, вот первая книга, записки, вторая книга, 500 рублей, а это, пока, естественно, вот эта книга, естественно, вот эта вот, которая, сейчас у меня, заказал, она пока не может быть в электронном виде, пока не продадим бумажное, и, то есть, вот эта третья книга, 120 для избранных судьбой, это энциклопедия, когда-то, я надеюсь, одумается, очухается, вместо этих дебильных, школьных книг биологии, и школьных программ, будут, вот эту книгу издадут, миллионным тиражом, и она пойдет по всей России, особенно, особенно, в школах, в старших классах, особенно, в институтах, в университетах, в академиях, вот, во всех библиотеках, само собой, и плюс в каждом магазине, она должна быть, вот так вот, и, наконец, брошюра, стоит 100 рублей, а, видите, 4 штуки, это 4 штуки, то 200, если одна, то 100, выгодно, идем дальше, прощайтесь с обоцелентой, осталось штук 5, больше никогда не будет, софродов делать их больше не сможем, это тонкая работа, это нарезка на гильотине, вот, и, соответственно, больше эту работу делать никому, вот, а, именно, по полипропиленовой, полихлородиловой пленке, с продажей, исчезла, осталась только, обычная, полиэтиленовая, которая, и когда на ленточке нарежешь, она как сопли, вот, и по ближайшим петурнике, где я был в гостях, именно полиэтиленовая лента, и дешево, и, заматывали, хотя она держит плохо, вот, плохо, вот, я помню, как она была делом, мне много осталось впечатлений, от поездки в Челябинск, крупнейший питомник, да, много не говорю, именно потому, что дружил с этим, с Царством Небесное, с генеральным директором, вот, но скажу, вот этот момент, вот этот момент, когда, я посмотрел, схватился, меня же пригласили, чтобы я там, перебил, переманить, меня работает туда, много чего предлагали, но я хотя бы, зная, что я отказался, мне было стыдно, так старались, меня обхаживали, извините за выражение, было, было, а я тогда пытался, хоть советами как-то, вот один из советов был, сейчас едем по магазинам, и будем, искать, знаете, полихлородиловую пленку, и вы знаете, во втором или третьем, по счету, магазине, меня там, кандидат наук, уже по фамилии не помню, сидела за рулем, вот, и возила меня, я говорю, вот она, подходим, вот такой лодич, вот такой вот, вот, они, конечно, не дешевые, я тут же, попросил, отмотать мне 20 метров, и увез, потому что Сен-Агорске уже не было несколько лет, я даже удивился, что нашел, вот, возможно, чуть ли не последнее, спрос падал, покупная способность падала, я просто торговлю перестал закупать, и еще, докончу, а, и, тем не менее, они не стали покупать ее, потому что это все сказывается на цене, санкция, остались со своей полиэтиленой пленкой, плохого качества, еще разговаривали, вот, еще, кстати, есть полипропиленовая пленка, которую использовали, медики, во всех, во всей стране, в медицинских учреждениях, она, мы когда приходили на прием, садились, в очередь на кушетку, они были всегда, застелены этой пленкой, полипропиленовая, прекрасная облаточная лента, вот, операционная, операционная кушетка, тоже были ей застелены, было огромное количество ее использовалось, а потом, обнесяла медицина так, просто перестала покупать, перестала покупать, и, ее перестали производить, именно вот такую, и получилось, что, а это все сказалось, сказалось на, то, что я советую покупать, и покупать, а люди пишут, а у нас это, нет, а пришлите, а у нас тоже нет, так, расстались мы, с, этой самой, облаточной лентой, навсегда, вот, диски, 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 вот сейчас я, видите, диск номер 11, в этом диске, я взял, знаете, что сделал, здесь уникальная вещь, учите, я обещал человеку, все скажу, по-моему, Рахманину, и я доберусь до тех, по-моему, академик, я их расскажу, я ничего не могу пропускать, вы меня потолкнули, что люди не знают, даже, чем я торгую, и что, или, что им нужно, как вот, мана небесная, вот 20 дисков, смотрите, диск номер 11, так, как я с ним вчера работал, внимание, смотрим сюда, там есть, учеба, 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 Москва, да, Москва, да, учеба, внимание, вот, и в этом диске, есть, два интервью, главному редактору, журнала, тогда очень популярному, красивейшему в России, журнал под названием, «Вестник Садовода», вот, и, там есть, еще несколько роликов, и один из них, вот он, «Вестник Садовода» «Вестник Садовода» «Вестник Садовода» Ещё кусочек. Вы поняли? Интересно, что там 3-4 часа лекция моя, та самая, знаменитая, московская, после которого были отклики в разных этих сетях, железо поставил садовую москву на уши. К сожалению, сейчас всё остыло, и вот эти диски раз в месяц купят 11, 12, 13, это полная версия, а всего их 20. Эти, кстати, вот такими роликами, как вот этот вот, да, я просто украшал, украшал лекции, которые достаточно нудные. Дороже, да? Вот. Ну и показывал границу возможного или невозможного. И вот мы возвращаемся к каталогу. Вот они 20 дисков. Они уникальны. Если здесь стратификация, то целых 2 диска. Ну всё разжёвано. Уже, может быть, обывателю столько и не надо. Но извините, я же надеялся, что когда-то это всё перейдёт в институты, в университеты, научатся стратифицировать студенты. Ведь ко мне, друзья мои, обращаются люди, которые хотят иметь сады. За все годы, это может быть человек, за все годы, подчёркиваю, я это, с начала века я занимался, сначала статьями, потом фильмами. За все годы несколько сотен человек, сотен, за все годы, каждый год это 10-20, не меньше. Которые говорят, у меня сельхозобразование, у меня сельхозобразование. А я хочу выращаться, научите. Вяжется, нет? У меня сельхозобразование. Многие, вспоминайте, вот сейчас, среди тех, кто меня услышит, по крайней мере, три человека, которые закончили сельхоз вузы, с красным дипломом. А они не стесняются, они учатся у меня. Значит, что? Значит, вот эти вот диски 14-15, где они должны быть? Они должны быть в библиотеках и в этом самом, чтобы этот преподаватель вставил этот диск, вот, в огромный, чтобы на огромном экране все это было, включил, сказал, учитесь, и пошел в курилку. Почитал 45 минут, звонок, выключил, и все. Вся его работа. Еще и это самое. Деньги за это получит, за то, что провел урок. Вот это. Вот. А как работать с СНКами? Кто знает, кто умеет. А вообще, прививать кто умеет? А у меня диск номер 9 и диск номер 13. Все разжевано. Вы представляете? Сейчас бы взять бы это самое, 10 самых крутых садоводов с дипломами. Дать им привозить все ножи, дать им эти самые, ленты те же самые, дать им щелки сказать, привейте, в сад вырастите. Вот сделайте тысячу прививок, один, другой, третий. Нет, они, во-первых, откажутся, они скажут, извините, я когда-то в институте держал последний раз в руках привычную ножку. Вот этого не должно быть. Та же история, как про скандал, вспоминаем. Врачи-терапевты не умеют ставить укол, их не учили. Ну, как так? Что у этот шприц для врача-терапевта то же самое, привычную ножку должен быть у каждого, у каждого, кто закончил вуз. У каждого. А то, это, красный диплом, а вынужден учиться с нуля. Вот на этих же самых фильмах. Вот видите, сколько я наговорил. Итак, мы приближаемся, мы приближаемся вот сюда. Начинаются косточки и семечки, выражая 222. Но это уже будет фильм за номером 2, потому что я много договорил. Надо, чтобы был перерыв. Кто-то бы, может, включил, выключил. Нет, люди устают. Если вот это взять, просто сделать фильм на несколько часов. Вот так мы делать не будем. и вот это волшебство, я про это расскажу, про все, про все, про все, про все, про все, про все. Вы понимаете, что этого не может быть никогда, а она зараза растет, и меня не спрашивает. Вот не спрашивает, и все. Хотит и растет, хотит и растет. Вот. Все, друзья, это назовем серию за номером раз, а следующая будет серия за номером два, и, наверное, три, и четыре, для того, чтобы вы знали. Вот здесь мы поклонимся Бродскому, вот, Юрию Васильевичу, Царство Небесное, вот. Вот здесь мы, ага, уже пока фильм отдельный был, но там шла речь именно о чем? Или ветром надуло в телегоне. Помните? Вот хорошо не быть, вы не имеете ученого, представляете, взял и ляпнул, ветром надуло, и ничего, никто не умер от того, что это. Ученый не может сказать ветром надуло, он должен сказать телегоне, но он должен сказать телегоне не существует. А раз телегоне не существует, нету этих плодов, нету, нету. Проходи, Межелина, и вырасту. Нормально. Вот. Так. Вот здесь мы поклонимся Чернобаеву. Это очень важно иметь сверхразный серийный. Именно сверхранний. Не сверхпоздний, а он такой же ценности имеет, как сверхранний. Почему? Объясню во втором кино. Все, друзья. Вот. Лавочка закрывается. Фильм за номером. Раз. Сделан. Фильм за долг.